Всем добрый день! Вы на канале Выпечка и Кулинария. Сегодня я готовлю пирог с маком. Полуоткрытый дрожжевой пирог с маком. Для этого мне понадобится сдобное дрожжевое тесто, белое тесто для украшения, изюм для начинки и маковая начинка. Приготовление теста, маковой начинки и белого теста для украшения Вы найдете под этим видео. На все будут ссылочки. Разделывать тесто я буду, как обычно, на подсолнечном масле. Стол обязательно тоже промазать маслом. Смотрите, какое красивое тесто. Это тесто замешано на замороженных дрожжах. И белое, и сдобное. Чтобы сделать пирог, тесто нужно разделить на три части. Одну третью возьмите для украшения, а две трети на низ пирога, на основу пирога. Подкатайте в круг, чтобы можно было легко раскатать тесто. И оставьте, пусть немножечко полежит и отдохнет. Раскатываю тесто в овал. Духовку я включила на температуру 200 градусов, так как изделие крупное, чтобы оно успело выпечься. Значит, высокую температуру задавать не нужно. Раскатываю тесто где-то толщиной полсантиметра. Старайтесь, чтобы толщина теста была кругом одинаковая, на краешках и на середине. Тогда пирог получится более ровный. Придавайте ему сразу правильную форму овальную. Если тесто прилипает, подмазывайте и тесто, и стол подсолнечным маслом. Ну, вот такая вот толщина и достаточно. Теперь его нужно перенести на листик и придать ему правильную форму. Так как он будет еще подходить, нужно, значит, пирог разместить не до самых краешков листика. Оставить еще ему место для того, для того, чтобы он подошел и увеличился в размере. Выгоняйте весь воздух, который попал под тесто. И вот так вот. Вот такая вот форма пирога. Его можно сделать круглым, овальным. Можно сделать любой формы сердечком. Я делаю овальный. Очень вкусно маковая начинка сочетается с изюмом. Изюм у меня промыт и просушен. Я его приготовила заблаговременно. Значит, сразу рассыпаю на тесто изюм. И сверху выкладываю маковую начинку. Тесто дрожжевого у меня 1 килограмм. Маковой начинки заправленной. Полкило. Не знаю, все сейчас помещено пирог или нет. Но хотелось бы, чтобы начинки было побольше. Высыпаю весь мак. Если у вас листик позволяет тесто раскатать немножко большим размером, можете раскатать. Но очень не увлекайтесь, потому что если вы тесто раскатаете тонко, пирог у вас получится суховатый. Начинку теперь нужно разровнять. ровным слоем, чтобы она, вот немножко еще, масло у меня не перемешалось. Сейчас я его размешаю. Маковой начинки у меня получилось где-то толщиной в палец. Я думаю, будет достаточно. Теперь можно украшать пирог. Украшать его я буду сеточкой, жгутиками. Сразу отрежу половину теста, которое я оставляла для украшения, на ободочек пирога. В вот таком вот виде я его оставлю. Пусть лежит. Немножечко подходит. А сеточку нарежу вот такими кусочками длинненькими. Их легко будет раскатать. Равномерно надавливая на тесто, не растягивая его силой, оно само растянется, раскатываем вот такие вот веревочки и выкладываем на пирог. На пирог его ложить тоже так, как тесто ложится. Не нужно его растягивать, чтобы его не рвало. Вы видите, у меня краешки пирога тесто без начинки. Это для того, чтобы сеточка легко можно было ее прилепить вот тут вот к тесту. Раскатывайте жгутики тоненькие, будет нежная сеточка. Ну и теперь выкладываем жгутики в другом направлении. Вот такая вот сеточка получилась, нежная, тоненькая. Видите, здесь сеточка не до самого края, но здесь закроет пирог ободочек. Так что не нужно стараться до края сделать сеточку. И смотрите, чтобы вот эти вот кончики этих жгутиков не доставали прямо до листика. Вот на тесте положили и достаточно. Немножечко вот так прижали пальчиками, чтобы они прилипли. И все, теперь пришло время ободочку. Ободочек я уже много раз показывала, как его правильно сделать. Тесто, видите, полежало. Немножечко отдохнуло. И теперь оно легко поддается раскатке. Смотрите, какое хорошее тесто, как оно пузырится, подходит. Теперь это тесто нужно раскатать в жгутик одинаковой толщины, чтобы размер этого жгутика кругом был одинаковый. Тогда и полосочка, ободочек, который вы раскатаете, будет одинаковой ширины. Не раскатывайте жгутик очень толстый, потому что ободочек у вас получится широкий. Это будет немножко грубо. Ну вот теперь нужно раскатать его одинаковой толщины и нарезать. Перед тем, как нарезать, обязательно приподнимите его со стола, чтобы его нарезанный можно было легко снять, чтобы он у вас не порвался. приподнимая на пальцах ободочек, вот так вот его выкладываем на пирог, не на самые краешки, а так, чтобы он не съехал у вас на листик. Если видите, что получилось, так что не хватает, значит, немножечко его можно подтянуть. Вот таким образом. Ну, бывает такое, что не угадали. И вот так вот. Теперь обязательно его прижать. И можно украшать пирог. Немного у меня осталось сдобного теста. Я решила украсить пирог виноградом, гроздями винограда. Для этого белое тесто я возьму для листиков, а сдобное тесто для ягодок. Теперь вот эти вот кусочки нужно подкатать в шарики круглой формы. Смазать все нужно подсолнечным маслом, тогда получится более удобно. удобно. Сразу делаем лепесточки. Делаем их круглой формы. Ну, и теперь их нужно нарезать. Все вы знаете, какие листья у винограда. Можно разрезать полностью. а можно оставить вот такой формы. Это уже как вам нравится. Может, вы придумаете другую форму. Я вам покажу вот такую вот. и теперь грозди винограда я буду выкладывать с двух сторон. Под грозди сразу размещаем листики. Одна грозь с той стороны, одна с этой. Теперь нужно сделать ягодки. Для ягодок подкатать жгутик и нарезать его одинаковыми кусочками. Вот таким вот образом между пальчиками прижимая тесто к столу подкатывайте вот такие вот шарики. Ну и теперь выкладываем грозди. Четыре шарика. Три. Два. Один. Если у вас позволяет тесто, можно сделать грозди и другой формы. Не обязательно придерживаться правильной геометрической. Это пирог. Как получится, так и делайте. можно сделать дамский пальчик, не обязательно круглый. Ягодки можно сделать длинные. Ну и теперь украшаем дальше. Из белого теста я раскатала тоненькие шгутики. И теперь можно выкручивать вот такие вот усики. Это уже произвольно, как вам нравится. и с этой грозди. Я думаю, все видели, как растет виноград, какие у него покрученные усики, как он ими цепляется за все опоры. Ну и еще хочу добавить маленькие гроздочки. Маленькие листики и вот такие вот грозди. Ну, если бы у меня еще было тесто, можно было бы еще пофантазировать, а так пришлось закончить. Теперь этот пирог, пока я его делала, он подошел. Я его сейчас смажу и поставлю выпекать на температуру 220 градусов. Пирог выпекся. Выпекался он при температуре 200 градусов 35 минут. Смотрите, тесто, хотя он еще только с духовочки, смотрите, какое мягенькое тесто. И хочу обратить ваше внимание на украшение. Белым тестом я сделала несколько усиков уже после того, как я смазала яйцом. Посмотрите, какая разница. Можете пользоваться таким способом украшать белым тестом уже после смазки яйцом. Можете придать этому тесту любую форму. Оно не раскрутится, оно будет сохранять ту форму, которую вы придали, благодаря тому, что оно сразу же прилипает именно к этой смазке. Ну, и благодаря белому тесту, смотрите, какой получается красивый рисунок, как хорошо оно подчеркивает узор. Так что пользуйтесь таким вот способом украшения. Это я вам показала что-то новенькое, это не цветы, а виноград. Немножко пирог остынет, посмотрим, какой он внутри. Пирог остыл, сейчас вам покажу, какая вытечка донышко. Смотрите, пропеклось очень хорошо. И сейчас разрежу и покажу вам, какой пирог внутри. Ну, и вот, смотрите, какой он в середине. Сколько начинки. Ему, конечно, еще нужно было бы выстояться, чтобы тесто хорошо сохраняло свою структуру. Он еще донышко немножко теплый. Вот такой вот замечательный пирог с маком и изюмом. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, нажимайте на колокольчик, не пропустите новое видео. Готовьте такие пироги, радуйте своих близких. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok